Всем невероятно увлекательного дня. Все знают, что Брюс Уэйн очень богат, что не мешает ему по ночам надевать костюм летучей мыши и в образе Бэтмена биться с преступниками в Готэме. Раньше читатели комиксов были менее привередливыми, чем сейчас и не спрашивали, а на сколько богат Бэтмен. А Черная Пантера Король Баканты богаче? Сегодня же в наш меркантильный век ваши деньги посчитают, даже если вы не просите об этом. Финансовые аналитики из компании Боди Лаунс оценили состояние известных персонажей комиксов, как героев, так и злодеев. Кто попал в топ, смотрим далее. Злодей, возглавляющий борьбу мутантов против людей. Украл золото фашистов у террористической организации Гидро. Владеет собственным островом и вдобавок умеет контролировать металл. Если деньги потребуются, он всегда сможет насосать слиток золота прямо из недр земли. Чарльз Ксавьер унаследовал состояние от родителей и сумел приумножить его за счет инвестиций, поскольку умен и может телепатически воздействовать на других. Шутка, профессор – хороший парень. В собственности Ксавьера огромный особняк, где он открыл школу для людей Икс и боевой самолет суперкоманды, стоящий аж 33 миллиона долларов. Оливер Куин получил в наследство империю отца Куин Индастрис, чей оборот исчисляется миллиардами долларов. Но этого мало, Зеленая Стрела сумел стать мэром города Стар Сити. Для бизнеса такое полезно. Виктор фон Дум, один из главных суперзлодеев Марвел, является правителем целой страны в Восточной Европе. Называется она Лаверий. Не слышали о такой? Еще бы, ведь она выдумана. Так или иначе денег у Доктора Дума предостаточно. Так иначе он бы смог построить целую армию роботов. А если что случится, у Дума есть машина времени. Всегда можно все исправить. Главный враг Супермена владеет и руководит огромной корпорацией Лукскорб, действующей во многих сферах и осуществляющей передовые разработки. Лекс Лютер самостоятельно профинансировал свою избирательную кампанию в президенты США и победил. В наследство от убитых родителей Брюсу Уэйну досталась компания Wayne Enterprises и, пожалуй, треть города Готэм в разных вложениях. Недвижимость, доли в фирмах и т.д. В наше время необычно выгодно создавать оружие и патентовать передовые разработки в военной и не только сферах. Чем собственно и занимается Старк Индастри с Тони Старка. На свои костюмы гений-миллиардер Плейбой Филантроп потратил полтора миллиарда долларов. Боевые костюмы естественно. Состояние правителя Ваканды столь велико, поскольку это единственное место в мире, где вы можете найти ценный металл Вибраниум, но и без этого короли обычно не бедствуют. Оценки состояний, конечно же, весьма условны. У Форкс цифры скромнее, но позиции схожи, однако теперь у вас есть общее представление, кто всех богаче в мире комиксов, но благодаря Марвел и фильмам. Конечно же, это далеко не весь список, возможно мы его еще как-нибудь дополним, но это уже в следующем видео. Кстати, кто ваш любимый супергерой, напишите в комментариях. Также делитесь ссылками данного видео с друзьями и конечно же нажимайте на колокольчик. На этом все друзья, до скорых невероятных встреч.